И снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест. Сегодня у нас солнышко. В передачу мы снова ведем с озера Мичиган. Ну и на повестке сегодняшнего дня, как из названия вы уже поняли, мы сегодня будем полировать акрил. Много вопросов возникает, как же его сполировать, то есть это же не лак, да, все-таки. Ну и постараюсь как бы это все объяснить. Ну а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения анекдот. Берег, море, спасатель на берегу, да, и орет вот этот свой матюкальник. Лодка 99, ваше время закончилось, вернитесь к берегу. Лодка 99, вернитесь срочно к берегу, ваше время уже давно закончилось. Короче, орет, орет, второй спасатель подходит. Откуда ты ее на саде взял? У нас всего 70 лодок. Лодка 66! У вас что там, проблема? Такой анекдот. Ну и хотелось бы передать огромнейший отдельный привет Сергею Черкову. Сергея Черкова очень богатая семья, у него 8 детей. Ну это вообще уму непостижимо, да? Зато сколько, представьте, будет внуков. Это же целая армия. Так что, Серега, тебе привет, детишкам твоим тоже привет. Счастья в вашей семье, понимание. Детишки, слушайтесь папку. Папка у вас просто отличный мужик. Ну и перейдем к теме дня. Заставка пошла. Паша у нас тут решил реанимировать бампер. Паша, получается у тебя? Конечно. Ты даже показал, а ты получается. Молодец, способный парнишка. Ну, берем 2000 шкурочку. То есть, акрил полируется точно так же, как и лак. Даже, на мой взгляд, акрил проще полируется. И многие говорят, что за фигня. Белую машину полируют, да, весь диск белый. Или, ну, там, синяя машина, весь диск синий. Правильно, потому что, когда вы полируете лак, лак-то он бесцветный. И, то есть, пыльца, вот эта стружка от лака остается, она такая просто мутновато-белая. А краска, какого цвета есть, такого цвета у вас и покрасится диск. И, в принципе, полируется так же само. Даже, по-моему, акрил, он чуть-чуть помягче, его легче полировать. Ну, и, в принципе, так же само. Замываем. Апельсинчик весь не убираем. Слеганцухи сверху проходим. И мы увидим. Если у нас есть пыльца, то есть, мы ее увидим и уберем. Ну, конечно, цвет неудачный, белый. На нем очень плохо видно. Ну, так вот, снимаем. Крустка-то крыло покрашена неплохо. Можно было и не полировать. Ну, уже полирование. Ладно, это я сейчас замою. До выхода, поехал. Здорово. Что, брат Дага? Ну, в принципе, вот так вот намазываем, растираем. И сначала небольшие обороты, чтобы размазать все это дело. Потом увеличиваем обороты. Сильно, сильно не прижимаем. И, когда ребро делаем, делаем, чтобы у нас круг съезжал с ребра. А не наезжал. То есть, давим, чтобы круг вылетал с кантика. А не наезжал на кантик. И потихонечку полируем. Правая гаран полируем. Что, сделали? Ну вот так вот примерно получается. Ну и вчера у нас такой вопрос зашёл, почему мы покрасили вместе с лючком. Потому что, ну, подбирают по лючку, да, и если подберут по лючку уже по покрашенному, допустим, передней части, то может быть несовпадение краски. Во-первых, если покрасить без лючка и краска не совсем подошла, то вполне возможно, что лючок будет сильно выделяться, он посередине двери, да, маленький он будет пятно. Поэтому краска подбирается не по лючку в таких ситуациях, я вообще подбираю не по лючку, я подбираю на машине, подъехал и подобрал краску. То есть, краска подбирается по, если вы, допустим, красите переднее крыло, краска подбирается по, допустим, капот, бампер и, короче, соседние все элементы, которые контактируют именно с тем элементом, который вы будете подбирать. Даже не по тому элементу, который вы делать будете, а по тем элементам, которые рядом находятся. Поэтому и нужно, как бы, дружить с колористом. То есть, есть машины, когда у вас идет полный облик, да, или осталась родная краска, то, конечно, подбирать не обязательно. И то, как бы, да, перед тем, как подобрать, нужно эти элементы, которые вы будете красить, полирануть. Потому что, если вы не полиранете, то, ну, вообще, колорист сам полирует эти места. Если не полиранете, краска будет мутная, и такую мутную вам и подберут. А когда вы все уже покрасите, да, все сделаете, начнете полировать, у вас те места почистятся, а эта так и останется мутная. То есть, тут вот по подбору есть вот такие вот нюансы. Поэтому, как бы, я по лючку и не подбираю. Я подбираю именно так. Но если у вас нет возможности, и вы решили по лючку подобрать, и решили его не красить, да, тогда делаем перепыл до лючка, если там не ремонтное место. Около лючка делаем перепыл, то есть, не подводим жесткую границу к лючку. Иначе могут быть отличия. Хорошо, если вам подобрали точно краску, но если не совсем точно, то может быть, конечно, вот такой вот косяк. Ну, вот, в принципе-то и все по акрилу, как бы, чтобы все вы уснили. Полируется он так же, даже он полируется еще легче. Он более мягче, чем лак. Ну, а, в принципе-то, полировка вся та же самая. А так же я беру либо 3G-фореклу, потом антиголограммную пасту, да, либо 3M-овскую, то есть, сначала крупной, потом мелкой, и уже потом антиголограмм-пастой. Ну, в принципе-то и все. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, урок был для вас полезным. Немножко развеял ваши сомнения, то есть, хитрого здесь ничего нету абсолютно, да. Ну, и на пассажок, как всегда, анекдот. Берег, рыбалка. Мужик сидит, успокаивает нервы, ловит. Поцелота, рыбка, вы дергиваете. Ну, рыбка ему. Ну, исполню три желания тут. Хорошо, мне значит, это домик, дачу, машину, Мерседес. Ну, и яхту. Рыбка. Ну, хорошо, выбирай в лизинг или в кредит. Ну, хорошо, выбирай на сливочном или на растительном. Так, котик, давай. Ну, а на сегодня мы закончим свое повествование. Надеюсь, я вас не сильно удручил. Урок сегодня небольшой, коротенький. Следующее видео не заставит себя долго ждать. Да, я перевел конкурс уже на сайт под этим видео. Я дам ссылочку. Там три лидера. Голосуем. Кто же станет победителем, узнаем через 9 дней. Ну, уже, наверное, через 8 раз вы это смотрите. Заходим на сайт. Я дам ссылочку прямо на форум. На форуме конкурс номер 4. Там три видео. Голосуем. Выбираем победителя. Ну, и остается всем пожелать здоровья, крепкого, бодрого, настроения хорошего. Чтобы работа спорилась, чтобы было косяков меньше. Ну, и, конечно же, добра и бабла. Правильно.